Девушки отдыхают С Антоном в кино пошли Ну, кто жнал, дочь? У меня до сих пор перед глазами стоит Лицо бедного мистера Икса, который схватил на руки Стоккилограммовую принцессу цирку Я-то думаю, что он так перед ней кружится С этими испуганными глазами А теперь, понимаю, готовился к рывку Ну, вот тебе и цветы Цветы роняют Лепестки на песок Чушь не рухнул, бедный Да, угодил так угодил, папочка Откуда он взял эти билеты? Никогда не поверю, что он потратил на нас время Ты не суди его строго, дочь Все-таки глава городского управления Это себе не хухры-мухры Кстати, билеты ему вручила сама принцесса цирка Да ты что? У нее дачу обокрали, а папа взял шефство над этим делом И быстро раскрыл Вечно ты его оправдываешь Вот почему он нас не забрал? У него там какой-то дурдом на работе случился У нашего папы хронический дурдом Это точно, детка, твой папаша совсем нюх потерял Таким кралям позволяет ходить ночью, да одним А чем испугались? Вроде все было нормально, так весело У нас ничего нет Ни денег, ни золота А мне ничего не надо Это же тебя Вера, беги Меня интересует твоя цыпочка Это первый подарочек твоему мужу, менту Товарищ полковник, мне положено дверь вам открывать Вы ставите меня в неловкое положение Это ты ставишь меня в неловкое положение, Костя Вот когда буду толстопузым генералом Тогда будешь меня из машины вытряхивать и двери открывать Договорились Ну а раз договорились, тогда завтра в восемь Чтобы с пять Верунь в школу подбросить А Ирина Сергеевна? А у Ирины Сергеевны личная скорая Ваши, наверное, уже спят Судя по всему, да Наверное, мстят мне Из-за того, что я с ними в театр не пошел Ладно, Константин Пойду прощение вымаливать Давай, до завтра, до завтра Пойду прощение вымаливать Субтитры делал DimaTorzok Доктор Королева, тебя ждут пациенты Доктор Королева, если ты сейчас... То что будет? Следишь? Я просто тобой любуюсь. Доброе утро, хозяюшка моя любимая. Ммм, вкусно пахнет. Лиса. Что сразу лиса-то, товарищ генерал? Вы мне так всех женихов отобьете. Вот-вот. Сейчас об этом и поговорим. Помоги мне. Есть. Субтитры делал DimaTorzok Здорово, брат. Я на родине. Скажи, где дислокация моя? Понял. Давай, до встречи, брат. У тебя на субботу какие планы? Я хотела диссертация заняться, а что? Да я тоже все выходные работаю. Зачем ты это спрашиваешь? Я-то занят. Ну, вот у Кузьминых сын из Москвы приехал в отпуск. Дипломатическая академия учится. Раиса Сергеевна звонила, спрашивала. Может быть, вы с ним сходите куда-нибудь? Пап, спори мне, она тебе звонила, а ты ей? В каком свете ты меня выставляешь? Нашел старую деву в двадцать семь лет. Самка-то и крысе Сергеевне, знаете? А то она уже не знает, чем тебе привлечь. Ну, при чем здесь? При том. Вера. Она в тебя влюблена всю жизнь. Мне даже мама рассказывала, как она на вашей свадьбе рыдала взахлеб. Когда это было? Ну, пап, прошло уже двенадцать лет. А ты у меня молодой мужчина. Веронь, мне маму никто не заменит. И давай закончим на этом. И мне маму никто не заменит. А жизнь продолжается. Ой, я уже опаздываю. Все, пора. Минуточку. Ты хотя бы со стола убрала. Папа, тарелки, кружки, тащи в посудомойку. Все, пока-пока. Хорошего дня. Татьяна Ивановна, тяжелая была ночь? Несколько раз поднимали. Обидно, что по пустякам. Два инфаркта и муж-симулянт. В смысле? Его решила жена бросить. Так он разыграл комедию. В смотровой мне двести долларов совал, чтобы я с ним вступила в грязный сговор. Что у него прединфарктный. Так надо было не отказываться. Я что похожа на сумасшедшая? Я не отказалась. Я такую историю его жене наплела, что мы потом все втроем рыдали. С этим дежурством скоро с ума сойдет. Совсем отвратно выгляжу, да? Я не говорила такого. Ну, подумала. Это вы просто слишком юная. Врать не научились. Смотрите на меня и делайте выводы. Чтобы к сорока пяти годам не остаться одиноким, блистательным кардиохирургом с единственным достижением собакой-двороттерьером, Цезарем, оказавшимся Джесси, ожидающей тебя вечно у дверей твоей квартиры. А что у нас с этим… с ножевым ранением? А там все нормально. Легкая задета. Тогда ему нечего делать в кардиологии. У нас токан шлак. Так его скоро переведут. Хорошо. Татьяна Ивановна, вы, может, отдохнете? Меня ждет кровопийца Миронова. Она хочет поговорить о своей мерцательной аритмии. Я ее спрошу. Скажите, кто вам поставил этот диагноз? Молчит, закатывает глаза. Я поставлю ее монитор. Понаблюдаем пару дней. И я сын стану. Если монитор ничего не покажет, то она нас сожрет. Она совсем распустилась после того, как ее сын стал мэром. А знаете, что говорит? Говорит, продукты из холодильника пропадают. Врачи таскают. Давайте я сама зайду к Мироновой, а вы идите, отдохните. Хорошо, на полчасика. Ирия Сергеевна, если что-то важное, вы меня зовите. Обязательно. Хорошо. Простите, а что вы делаете в холодильнике? Я пришел к одному из пациентов. Вы что, не знаете? Время для посещения с шестнадцати до восемнадцати. Ага. Знаю. Но мне очень нужно сейчас. Ну, мало ли кому что нужно. Покиньте, пожалуйста, помещение. Хорошо. Подождите, а пакет? Пакет? Пакет. Извините, но пакет это уже слишком. Пакет я забираю обратно. Вы же меня не пускаете. Это не ваш пакет. А чей? Я видела, как вы достали его из холодильника. То есть, вы хотите обвинить меня в воровстве? Я что, похож на человека, который ворует продукты у сердечников? Похож. Положите продукты в холодильник обратно и покиньте помещение. А то пациенты жалуются, что врачи у них продукты воруют. Ну, напрасно жалуются. Хороший врач. Сытый врач. Охрана, будьте добры, подойдите на… Не нужно. Я поделюсь. Вместе сидим. Если ты сейчас же отсюда не уйдешь, я разобью твою голову вот об эту трубку. Понятно, хам? Ой, ой, ой. Извините. Извините. Все, все. Ухожу. И побыстрее. Ухожу. Ура. Ура… Ура… Ура. Вон, друзья, hunchacey. Пианист, сейф. У тебя пять минут. Что там у вас? Тихо. Валивай. Вниз. Бомба, бомба, я пуля. Ну что там у вас? Нет. Свет заметили в бухгалтерии? Не совсем свет. Что-то похожее. Мы возле двери. Здесь все спокойно. Могила. Нам спускаться за ключами или кто-то из вас поднимет? Какой поднимет? Тут второй тайм начинается. Давайте быстрее делать обход и сюда. Чита. Пианист, поторапливайся. Не получается. Слабак. Черт. Налетай. 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 Давай быстрее. Браво, пианист. Я думал, лучше Смурнова никого нет, но ты в нем конкуренция. А он сам как? Хреново, легкая задета. В больничке или забрали? Да в больничке без сознания. Там вчера ночью концерт устроил, прикинулся ревнивым мужем. Думал, пока врачих разбирается с моим инфарктом, я в палате Смурнову вижу и решу, что делать. Но там под охрану он оказался. Напрасно только 200 баксов отдал этой старой калоши. Какой? Да, врачихе одной. Некая Татьяна Ивановна. А у него аллергия оказалась. Ладно, Татьяна Ивановна, до завтра. Всего хорошего. А что так долго? С Мироновой медитировала. А, так. А цветы от кого? От Шведова. Которому шунтирование делали? Нет, это который, мужчина из холодильника. А. Оказался известной, бесстрашной легендой сыска. Что эта легенда сыска делала у нас в отделении? Татьяна Ивановна, только это тайна. Ну, рот зашила. В общем, с Муркин и с шестой. Ага, с легким. Оказался бандитом. Бандитом? Шведов, да-да-да. А Шведов пришел его допросить. И заодно проверить передачу. Ну, нет ли там какой-то записки и еще чего-нибудь. Или пилки, или универсальные отмычки. Да-да-да. Татьяна Ивановна, а ты решила арестовать этого легенду сыска? Нет, круч. Я решила огреть его телефонной трубкой по башке. Фильм назывался «Дурдом в кардиологии». А вы, оказывается, драчунья, Вера Сергеевна. Сахар? Не-не-не, нет. Я без сахара. Белая смерть. Нет, я даже не буду. Ну, ваше здоровье, Вера Сергеевна? Татьяна Ивановна? Так, я пошла? Спасибо. Меня ждут. Да-да-да. Да, Вера Сергеевна, меня ждут. Меня ждет Джесси. Прожорливая Джесси. А-а-а… цветочки красивые. Да. Мои. Однако. Пока. Джесси, привет. Передам. Майор Шведов. Майор Шведов. О-о-о. А-а-а… Майор Шведов. Майор Шведов. А-а-а. КОНЕЦ 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 Вера Сергеевна, вас пациенты ждут. Не оригинально. Не ждут. Достукалась? Тебя выгнали с работы? Я ждет, товарищ генерал. Ваша труженица, дочь, взяла отгул. Замечательно. Поедешь в город и затаришься продуктами на неделю. А то в холодильнике снежная пустыня. Началось. Отставить пересить отцу. Ой, ненавижу. Давай. Красивый букет. Пациенты? Меня даже на свидание пригласили. Вот как? А я собирался пригласить тебя в театр. Столичная антреприза. Всего два дня. Они билеты еще за полгода распродали. А мне каким-то чудесным образом достались с контрамарки. Но, я так понимаю, теперь для тебя это не актуально? Почему? Мы можем взять его с собой. Его? Игорька. Какое редкое имя. И где вы с ним познакомились? В больнице. У тебя свидание с сердечником? Он здоров, как лошадь. Даже, наверное, как две лошади. Но пока ему в свидании было отказано. Правильно. Пусть постарается. А где он работает? А вот сейчас начинается самое интересное. В твоем ведомстве. В моем? Угу. А фамилия его? Шведов. Шведов? Шведов, папочка. Чтобы Шведов подарил кому-нибудь цветы? Шведов. Ничего себе за королюки. Более того, он передал цветы через курьера и записку с приглашением на свидание. Жень их нашелся. В общем так, ему с нами в театр отставить, а ты поедешь к администратору и заберешь контрамарки. Я попросил, чтоб на тебя выписали. А то вдруг на работе задержусь. А говорил, отложишь дела. Генерал Обещалкин. Я же подчеркнул. Вдруг. И кстати, учти, этот Шведов не по-детски настырный. Хорошего дня. И позвонить своим друзьям, собрать за стол. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Пианист, все меняется. Икону послезавтра привезут. Сейчас к Серому поедем, он тебе сам все расскажет. Поехали. Погоди, слышь, ягода, дай я в магазин зайду. Воды куплю. То кобыренька. Я мигом. Че, проголодался? Погоди. 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 Простите, пожалуйста, извините. Ничего, нужно смотреть. А из-под сок томатный был. Для этого и стаканчики. Погоди. Антон. А фарш какую цену? А помельче нет у вас? Нет, нет. Антон. Верка. Верка. Ты откуда здесь? И почему так долго не появлялся? Сразу к нам не пришел. Ну, как так можно? Скажи, пожалуйста. Ты такая красивая. Просто обалдеть. Слушай, мне нужно кое-какие продукты купить на даче. Мы сейчас с папой на даче живем. Так. Давай, мы потом пойдем, и ты мне все расскажешь. Как ты, что ты, где ты. Давай. Да. Только пять минут. К нам поедем, да? Да. Пять минут. Мне нужно позвонить, я тебя на улицу буду ждать. Антон, я так соскучилась. Я сейчас все быстро куплю, правда. Я быстро. Я очень быстро. Иду. Спасибо. Пожалуйста. Только никуда не денься. Девушка, забейте мне, пожалуйста. Пей печенье, вот эти синие. Я слышу. Я слышу. Если можно... Да. Спасибо. Спасибо. Алло. Здравствуйте, это Шведов. Шведов? А папа был прав, сказав, что вы нас стырнули. Вы чем-то расстроены? Нет. С чего вы взяли? Слышу. Глупости. Нет, не глупости. Ну, я какой-никакой все-таки психолог. Шведов, вы знаете, поедемте в ресторан. Я согласна. Восемь часов в ресторан выбирайте сами. И напишите мне адрес. До встречи. До свидания. Максим, что с диастолическим? В норме. Угу. Хорошо. А по эко? Тоже. Так. С анекдотами там, девочки, заканчиваем? Татьяна Ивановна Королева. Что-то срочное? Говори, что срочное. Громкую. И брысь отсюда. Брысь. Татьяна Ивановна, добрый день. Что случилось? Ничего. Просто хотела вам предложить пойти в театр. Столичная антреприза. Вы же сегодня не с ночевкой, я надеюсь? У меня одна операция. Тань. Отлично. Я узнавала, уже месяц назад билетов не было. Давай, давай. Знаю. У меня контрамарка. Ну так иди сама. Не могу. Неожиданно появился легенда сыска и пригласил меня в ресторан. Ора. Легенда сыска. Ну тогда антреприза отменяется. Ну живенько давай. Да, я тебя понимаю. Такого мужика нужно хватать обеими руками. Коллега. Да подождите хватать. Я его почти не знаю. Пока ты его узнаешь, его уведут. Поверь мне, хороших кобелей разбирают еще щенками. Я два раза носом покрутила, так теперь мужское тело вижу разве что на операционном столе. Легенде сыска, привет. Договорились. Хорошего вечера. И вам. Ну что, коллеги, вздрогнем? Господа. Только после вас? Твоя дверь. Так. От этого стекляшки. Тоже фуфил. Это берем. Алло. Да. Не кричи. Уже подхожу. В игре ужин целую. Опа-ньки. Ого, Сим-Сим, откройся. Ты сегодня просто молния макуем. Да нет, я овечка Долли. Опа-ньки. 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 Не двигаться. Я сказал — не двигаться. Руки подняли. Быстро. Руки подняли. Снять маски. Руки подняли. Вообще-то я хотела стать хирургом, как мама. Я даже выбрала кардиохирургию, специализацию. Потом придумала. Попала на первую операцию, осмотрела. Хирург, он лидер. Он же не только определяет, как и что делать, он определяет план операции. Он руководит всей бригадой. У меня характерный для этого. Диагноз поставить, пожалуйста. Лечение подобрать запросто. Успокоить пациента. Убедить его, что все будет хорошо. В общем, кардиолог я хороший, а хирург — это не для меня. Шведов, вы меня не слушаете? Слушаю. Врёте. Ну, почему же? Я просто поймал себя на мысли, что любуюсь вами. А что мне любоваться? Что я Джоконда? Мне кажется, я тебя люблю. Давай поженимся? Я серьезно. Прости, я сам не ожидал. Не то чтобы я случайно это сказал, просто я думаю об этом уже последние двое суток. Хотя на работе такое. Я влюбился в вас, как… как увидел тебя там в больнице. Шведов, мы знакомы, сорок восемь часов. Да. И все эти сорок восемь часов, я боюсь, что ты встретишь кого-то еще и влюбишься, и я потеряю тебя. Вера, я серьезно. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Игорь. Игорь, понимаешь… Я все понял. Не объясняй. Не будь таким самоуверенным, Шведов. Что ты можешь понимать, не зная меня совсем. В моей жизни был случай, который заблокировал… Прости. Да, Шведов слушает. Когда? Живой? Да, сейчас буду. Мне стыдно, но я должен покинуть тебя. Абсолютно дежавю. У меня отец точно так же делал. Бросал нас с мамой по первому звонку с работы. Вера, я тебя не бросаю, никогда не брошу, если ты скажешь да. Но ограбление с летальным исходом я не могу проигнорировать. Я скажу официанту, он вызовет тебе такси. Угу. До встречи. До встречи, Шведов. Ромео! Ромео! О, мой славный ангел! Ромео! Как мне жаль, что ты Ромео! А тринь отца, да имя измени. Простите, разрешите, разрешите. И меня женой сделай, чтоб купылеть и больше мне не будь. Извините. Лишь это имя мне желает зла. Спасибо. Разрешите. И этот стан, и этот взгляд. Не смей мне называть себя по имени. Оно благодаря тебе ненавистно. Когда бы оно попалось мне в письме, я бы разорвал бумагу с ним на клочья. И не клянись ничем. Или клянись собой, как высшим благом. Ты был бы ты, не будучи Монтекки. Что есть Монтекки? Разве так зовут лицо и плечи? Молодой человек, у вас какое место? Четвертое. Как будто в мире нет других имен. Мое лицо спасает темнота. А то б я, знаешь, со стыда сгорел. Что ты узнал так много обо мне. Простите, а у вас какое место? Хотел быть в данном приличье, да поздно. Притворяться ни к чему. Какое это имеет значение? Спектакль так скоро заканчивается. Я знаю, Веря. Что скажешь? По рукам. Теперь я твой избранник. Я новое крещение приму, чтоб это называться по-другому. Захочешь? Вы можете не ерзать? Могу. И все-таки, простите, конечно, у вас какое место? Держите. Вопросы есть? Есть. Тут написано Королева. Друзья мои, можно потише? Все-таки в театре находитесь. Извините, пожалуйста. Угу. Угомонитесь. Не могу, потому что это контромарка моей дочери. Я хотел бы знать, где она. Ага. Вот в чем дело. Еще полчаса вам придется удовольствоваться тут моим обществом. Ваша дочь на свидание с легендой сыска. Товарищ генерал. Все слишком в торопях и сгоряча. Как блеск зорниц, который потухает. Едва сказать успеешь. Блеск зорниц. Спокойной ночи. Эта почка счастья готова к цвету в следующий раз. Убитый майор Решетников из отдела собственной безопасности городского ухранения. Две пули, обе сердца. Смерть наступила мгновенно. Больше пока ничего. Ни свидетелей, ни следов. Одежду осмотрели. Обижаешь и горешь. Максим Максимович. Гуру с нами. Бог в помощь. Одежда порвана на лице ссадины. Судя по всему, он дрался. Его застрелили. Вероятнее всего, из собственного пистолета. Да. Ну, пока я этого сказать не могу. Дышала ночь восторгом сладострасти. Такое свидание испоганили. Ну что, в ювелирку как попали? При осмотре обнаружили, что дверь в подвал открыта, посмотрели. А там пролом в ювелирный магазин. Максим Максимович. Аушки. Пойдем в подвал. Может, без старика обойдетесь? У меня на пыль аллергия. А там мой ассистент. Старость города берет. Пойдем. Угу. Смелости горешь. Смелости. Ну, тем более. Огравление супермаркета ты ведешь? Да. Они же? Один в один. Дрель, бароскоп, отмычка. Все. Ювелирная работа. Такой виртуоз только у Серова может быть. Ну, только не пойму, кто. Серый со Сморкиным всегда работал, так кто-то. Без сознания в больнице. Значит, кто-то из приглашенных. Максим Максимович, ты уж постарайся. Может быть, пальчики этот виртуоз все-таки оставил. Я в управление. Давай, пока. Иди, блин, пока. Ты свои тут пальчики, главное, не оставь, чтоб я к Дилу не пришил. Ну, чем порадуете, археологи-криминалисты? Криминалисты! И как это называется? Прости, у меня было неудачное свидание с твоим шведовым, любимым. Но любимый, кажется, твой. Еще чего. Ладно. И в чем он провинился? Ни в чем. Его срочно вызвали, и он помчался на ограбление. Правда, расплатился за стол и оставил деньги на такси. Лучше бы я пошла с тобой в театр. Ну, как сказать. Неужели? Веруин, перестань. Когда я узнал, что Татьяна Ивановна твоя коллега, я просто не мог ее не проводить до дома. А потом я ее охранял, пока она выгулила свою собаку Джесси. Представляешь, там в районе ни одной лампочки нет. Прям ни одной. Ну, что ты на меня так смотришь? Папочка, я буду очень рада, если у вас все получится. Мне кажется, я тоже. Я сегодня встретил Антона. Какого? Забелина. Он вернулся. Через столько лет. И что? Ничего. Верочка, я помню, я очень благодарен ему, но я тебя прошу, ограничи с ним общение. А нечего ограничивать. Он появился и исчез, как видение. Я пошла спать. Спокойной ночи. Да, пап, давай устроим в субботу шашлыки. Позовем Татьяну Ивановну. И Шведова. Заодно. Что, моя хорошая, объелась? Отдыхай. Татьяна Ивановна, спасибо вам. А мне за что? Ну, это ты все приготовила. За папу. Давно не видела его таким. Помолодевшим. Веселым. Остроумным. Это ему Джесси приглянулась. Ну, Джесси, так Джесси. А у вас там что? У нас что-то. Какие подвиги от легенды сыска? Предложение сделал. Ух ты, какая скорость. Уважаю. А ты? Надеюсь, согласилась? Через сорок восемь часов в ЗАГС. Ну, я что, сумасшедшая? А еще и за кого? Дурочка-то, коллега. Ну, почему сразу дурочка? Потому что надо было соглашаться. Даже если он по расчету собрался жениться, тебе-то какое дело? А вы думаете, он по расчету? Конечно, по расчету. Какой с меня прок? Кто же захочет упустить такого влиятельного тестя? Да. Тость из-за отца. Конечно. Сначала из-за отца. Потом родишь ребенка, детей будет любить. Никуда не денется. Значит, ты сегодня вечером, в такой достаточно интимной атмосфере, при свечах, при звездах, очень романтично скажи ему, что… …то ты согласна. Ой. Пап, не устали колдовать от шашлыка? Всем здрасте! Чего это у вас калитка-то нараспашку, а? Ну, здорово! Куда ты делся из гастронома? Ты меня напугал. Ну, извини. Это какая-то вугливая без меня стала. Слушай, тебе прости, что я тогда убежал, мне нужно было с другом там поговорить срочно. Пойдем, я тебя со всеми познакомлю. Пойдем. Здрасте, Сергей Петрович. Узнали? Это кто? МОЛОТЕР Девушки отдыхают Тебя в школу выгоняли минимум раз в двух месяц Ну почему ты врёшься? Ну почему я врубилась? Ну ты вспомни, когда ты на первом этаже разбил стекло в седьмом классе Это же не я виноват, ты же знаешь Ну а кто? У нас, короче, учился Володя Давыдов Моей головой он разбил стекло Да-да-да, бедный Володя Давыдов А потом он сказал, что это я сделал А меня выгнали, потому что я его не знал, потому что я хороший человек Да, ты очень хороший, а как ты директора, блин из огнетушителя? Слушай, ну что ты меня позоришь-то? Это было совершенно случайно, ей-богу Колян у нас учился, Колян, он всё время жаловался, что огнетушители работают плохо Ну что работают плохо, что они старые, что если в случае чего школа загорится, то они не помогут Я решил доказать, что они хорошо работают Оторвал эту, взял огнетушитель, потянул чеку А в этот момент как раз выходит директор из-за угла Я от испуга эту штуку дёрнул, ну и всё И облил его Так вот просто облил Ну я же не специально Да-да, не специально Как вспомнил А ты сейчас чем занимаешься? Весь первый этаж в Пене был В Москве же был, работаю там на фирме, оборудование настраиваю На совсем вернулись? Да нет, не на совсем В командировку Правда? Правда Да И какому это предприятию понадобился такой крупный специалист Да машиностроительному, а чё? Вот как Угу Надолго приехали? Слушай, я себя чувствую, как будто я на допросе на каком-то А ты правильно чувствуешь? Игорь, он работает в органах Легенда сыска Так вот оно что Угу Не, на месяц приехал Антон Угу А вам нравится ваша работа? Да, расскажи нам Конечно, нравится Настраивать что-то, это все равно, что на пианино играть Мм Как пианист А ситуации бывают разные Вот, например, контрафактную водку нужно куда-то девать И я придумал такую штуку, ее же надо вылить оттуда, достать, пробку открутить Человек же не будет, ну, рабочий это делать Это же много, большие масштабы Я придумал такую ленту, которая в обратном порядке работала Короче, ставили бутылку, она ехала, потом автомат ее раскручивал А потом такое огромное колесо стояло, туда водка заезжала и наверх поднималась в обратную сторону Понимаешь, да? Она поднималась кверху донышком и все, буль-буль-буль Буль-буль-буль Просто варварство какое-то Варварство Да это ужас просто Я потом рабочего спрашиваю, когда мы уже ленту пустили эту Я говорю, у тебя сердце-то не болит, когда ты смотришь, что водка при тебе на твоих глазах выливается? А он на меня посмотрел так вот, буквально со стызами на глаза и говорит Человек, говорит, ко всему привыкает Ладно, давайте выпьем Давайте Давайте За встречу Ура! За знакомство Ну что, со знакомством? Как говорится, ну, быть добру Игорь, я не дотягиваюсь Не дотягиваюсь Ого, классные часы А кто сейчас директора машиностроительного? Слушай Черт Дедушкины часы из-за тебя сломал, ты чего до меня докопался, а? Да Ты на журнал, хочу все знать, подпишись, до него докапывайся, а до меня не надо, понял? Серьезно? Серьезно, травку ешь Ты паранойка Антон! Антон! Да подоги ты Слышишь Ты ведешь себя, как идиот Никогда со мной в таком турне не разговаривай, ясно? Что с тобой? Ничего, прости. Ты меня напугал. Напугал, как тогда, когда всю школу по карнизу обошел, как лунатик. Я же это наспорь сделал. Добровольно, осознанно. Ну, конечно. Да, такие вещи не делают в сознании. Дурочка ты. Я же из тебя это сделал. Думал, посмотришь, увидишь, какой я смелый, влюбишься в меня. Я же помню, какими глазами ты на меня смотрела. Ага, ну прям. Я смотрела на тебя и думала. Вот сейчас точно упадет с третьего этажа и все. Ты на меня смотрела влюбленными глазами. Не льсти себе. Ах так? Антон! Антон, ты с ума сошел? Антон, ты что делаешь? Антон, Антон, не сходи с ума. Ты что делаешь? Да слезь ты оттуда. Антон, слезь оттуда. Я сказала, слезь оттуда немедленно. Что ты думала? Антон. Ну, говори, что думала. Ничего не думала. Ну? Слезь с ним. Не слезу. Что ты думала? Что ты думала? Ты что, оглох? Что ты думала? Руки устали. А я тебе говорю, слезь оттуда. Что ты думала? Я думала, что ты самый смелый. Не то. Не то? Хорошо. Я думала, что ты ничего не боишься. Не то. Что ты все завидую. Доволен. Не то. Да что я люблю тебя. Правильно. Ты меня спрашивай, почему я сразу к вам не пришел, когда в город приехал. Я тебе скажу. Я двенадцать лет ждал этой встречи. Я просто очень боялся, за что я был живым напоминанием того, что с тобой случилось. Я жива, благодаря тебе. Так они давно знакомы? Антон с Верой учились в одном классе. Но он из неблагополучной семьи. И иногда неадекватной. Резкий. Да, я заметила. Он мне всегда не нравился. Но Вера, это ее первая школьная любовь. А потом произошло то, что изменило всю нашу жизнь. Что? Не важно. Ну, не важно, так не важно. Тем более, что мы уже пришли. Спасибо. Спасибо за хороший день. Спокойной ночи. Спасибо. И вам доброй ночи. Проходи, Джесси. Подождите. Подождите. Это так странно. Еще пару часов назад я... Я учила вашу дочь быть... Быть смелой. Свечи, луна, звезды. А сейчас сама... Боюсь пригласить вас на чай. Я уехал так и не дождался... У вас с ним отношения? Он моя первая любовь. Не обижайся. Я понимаю, первые чувства это прекрасно. Но товарищ генерал сказал, что вы не виделись в 12 лет. А товарищ генерал не уточнил? Случайно. По какой причине мы не виделись в 12 лет? Нет. Тогда какие могут быть к нему претензии, Шведов? Моя интуиция меня редко подводит. Он не тот, за кого себя выдает. Знаешь, какое у меня ощущение, Шведов? Что он самый лучший человек на свете. Потому что, когда один урод узверевший от мести к моему отцу, практически у меня на глазах, зарезал мою мать и принялся за меня. Антон, не задумавшись, бросился меня спасать. Угодил ты, угодил, папочка. Ты не судила строго, дочь. Вечно ты его оправдываешь. Вот почему он нас не забрал? У него там какой-то турдом на работе случился. У нашего папы хронический турдом. Это точно, детка. Твой папа сейчас совсем нюх потерял. Таким кралям позволяет ходить ночью. Да, Дина? Вера, беги. Беги, я сказала! Вера! Пойди, в park! Вера! Помогите! Вера! Вер! Время! Вера! Весторон! Вер! Весторон! Весторона! СТУК В ДВЕРЬ Он ударил моего насильника камнем по голове и убил. Угодил в колонию для несовершеннолетних, просидел там год. Ни за что. Пока мой отец не вытащил его оттуда. А потом мой папа отправил его и его семью подальше. С глаз долой, сердце вон. Еще вопросы шведов? Вера. Вера, послушай меня. Вера. 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 ОТВ- Субтитры создавал DimaTorzok Вчера чудом не умер от желания тебя увидеть Почему не на работе? Я отгул взял, чтоб тебя встретить Скоро опять обратно в Москву? Я говорил уже вчера, в зависимости от сложности наладки Наладки? Вера, ну куда ты бежишь? Я была на заводе, там про тебя никто не знает Ты чего ж помнишь за мной? Чем ты занимаешься? Только не ври Слушай, я раньше тебе не мог сказать Ты же знаешь, я жаловаться не люблю Ситуация дурацкая вышла В общем, меня уволили Я подсапался с начальником, он меня выгнал Приехал сюда, чтоб найти работу, просто пока не нашел И это правда? 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 Правда Я не вру Если ты мне врешь, Забелин Ты меня никогда не простишь Никогда Вечные твои шуточки У меня сегодня два собеседования Это тебе Я бегу, ладно? Не пухни пера Черт До вечера Здравствуй, Вера Я ждал тебя в отделении Твоя настырность начинает меня раздражать Закрой рот и почитай Смотри Ты знал об этом вчера? Если бы знал, то арестовал бы его Ориентировка пришла сегодня Я надеюсь, ты больше не будешь с ним иметь никаких дел Радуешься? Чему тут радоваться? За кого ты меня принимаешь? Что тебе нужно? Чтобы я помогла его поймать? Ну, вообще-то, если ты Знаешь его местоположение Ты должна сообщить в полицию Не знаю И знать не хочу Уходи Вера Ты что, оглох? Убирайся, я сказала Зря ты так Убирайся, я сказала Зря ты так Джесси, я все слышу Замолчи Вы? Да Заходите, а то холодно Заходите Выглядите ужасно Что-то случилось? Случилось Голова расколывается Пойдемте Снимаем пиджак Закатываем левый рукав Садитесь вот тут Давайте руку Руку расслабьте Вот так Антон оказался преступником Помолчите Сто восемьдесят на сто Вы с ума сошли Так А Вера как? А Вера закрылась в комнате Ничего не хочет слышать Возьмите Запейте Ой, господи Может мне с ней поговорить? Нет Не надо У тебя есть дорожная сумка? Есть А мы что уже на ты? У тебя есть десять минут Мы с Джесси ждем тебя на улице Джесси За мной Пойдем, пойдем Здравия желаю, товарищ майор Ну что здесь? Два часа назад патрульные заметили четырех подозрительных мужчин возле Центрального банка У одного была подозрительная сумка, ну а те, увидев полицейских, сразу же сели в две машины и рванули с места Ясно Здорово, Максим Максимович Здрасьте Дальше Дальше, дальше патруль начал их преследовать Сообщили постовым, одна машина сразу оторвалась, за второй ребята вцепились намертво Ну, машина ехала очень быстро, на приказ остановиться водитель не реагировал Понятно Далик предупредительный, он два раза в ответ выстрелил Ну, его ответным огнем и… На Максим, Максим, чем порадуете? Порадовать, Игорек, пока что нечем, видишь, пепелище, да и некем, уголек Чернее черного Ничего себе Понятно Машина наверняка в угоне, поэтому установить личность будет трудно Ну, расстраиваться пока что не надо, я тут накопал кое-что Посмотри на вот это Барскоп На Вот еще Шуруповерт Ну и вот Отмычки Все по классике Фомка Есть Сам ты отмычка Ну, Игореш И главное Вот Раритет Сейчас А, Игореш Я думаю Сейчас Товарищ генерал Слушаю Это Шведов Простите за поздний звонок Я на выезде, тут машина сгоревшая В машине найден труп, тоже обгорелый При трупе инструменты Фрагменты бароскопа Фомка Отмычки Шуруповерт Для ночного звонка это все? Нет Еще часы раритетные Думаю, это Антон Забилин Точно такие же были у него, когда он приезжал к вам на дачу Понял тебя, майор Ты Пока не лезь Хорошо Я Вере сам скажу Да До свидания Вера Сергеевна, а это Карочка Мироновой Если честно, достала она уже всех своей Индии, своими Буддами Все отделение заставляет медитировать Может, выписывать ее же пора А с Муркиной шестой палаты сегодня в себя пришел Еще одна такая операция и я труп Катюш, сделай мне чай, пожалуйста Да Я у главврача сушки вытребовала и чай импортный Татьяна Ивановна, как вы любите, с бергамотом О, скипел Кать Угу Кать Вера Может, хватит жить на даче? Вера, если тебе неприятно, что я к вам переехала, я могу вернуться к тебе Просто Сережа Твой папа так решил Я рада, правда Спасибо Вера, так нельзя Уже месяц прошел А ты все убиваешься Я понимаю Любого человека жаль Тем более, он так страшно погиб Но он же обманывал тебя Убрал тебя прямо в глаза А ты убиваешься так, будто он был святым, а не бандитом Папа До свидания, Татьяна Ивановна До завтра, папа, привет Поговорили Ладно, куда я пойду Идиança Дальше Поговорили 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 В рамках Поговорили Греб Поехали. Меня ждёшь? Хотел соврать, но не умею. Смуркин сегодня пришёл в себя. Сегодня перевозим его к себе. Думал, может кто-то из его дружков появится. Ясно. Выглядишь уставшим. Да, есть немного. Ладно. Я пойду. Вера, я ведь чувствую, что с тобой сейчас происходит. Чувствую. Поэтому не буду ни о чём просить уговаривать. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я тебя люблю очень. Хочу, чтобы мы всегда были вместе. Слышишь? Я сделаю всё, чтобы было именно так. Слышишь, Вера? Слышу. Редактор субтитров О.Голубкина А.Кулакова Шведов! Просыпайся! Шведов, просыпайся! Шведов! Завтрак готов! Прекрати, ты меня задушишь! Не отпущу! Прекрати, Татьяна Ивановна меня каждое утро спасает, по-родственному. Логично, но на этот раз у тебя будет веское оправдание. Скажешь, муж уезжает в командировку на целых три дня. Это целая вечность. Для меня, да. Шведов! Отпусти, отпусти, отпусти! Ладно, беги. В пятницу вернусь. Хорошо. Пока. Ну, ну, Игорь, ну, пожалуйста. Шведов! Пока. Ну, отпусти меня! И прекрати на меня так смотреть. А то ты не поедешь в командировку. Пока. Буду скучать. Я буду скучать. Я буду скучать. Тихо, 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 тихо. Тихо. Да, это я. Тихо. Я, я сейчас руку уберу. Ты только не кричи, пожалуйста, хорошо? Не будешь? Точно? Все, все, все. Все. Ты же, Паким. Как видишь, нет? Почему ты здесь? Сейчас. Слушай, давайте, я потом все объясню, хорошо? Нет, сейчас. Я к тебе приехал. За мной гонятся. Мне очень нужна твоя помощь, слышишь? Очень. Я сейчас. Я, 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 я сейчас поверну за угол. Ты пересядешь в багажник. Потом поговорим. Да, хорошо. Прям как погребенный изожжой. Можешь помолчать. У меня клаустрофобия, Вер. Патруль. Машины, которые сейчас будут выезжать, будут проверять. Я пошел. Здравия желаю. Добрый день. Предъявите, пожалуйста, документы. Я что-то нарушила? Нет. А зачем документы? Мы ищем преступника. А я тут при чем? Дело в том, что свидетели сказали, что на территории больницы забежал мужчина. И запрыгнул в белую машину. Вы позволите осмотреть вашу машину? Нет, не позволю. У меня никого нет. Тогда почему возражаете? Не люблю несправедливость. Вы хотите, чтобы мы вас задержали и вернулись по остановлению на октябрь? Ну и почему молчим? Жду с нетерпением. И заодно зайдите в кабинет моего мужа. Майор Шведов. Скажите, что хотите обыскать машину его жены и, может быть, квартиру заодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А-а-а. Алло. Привет. Дорогой, ты вовремя. Меня патруль остановил. Ты что-то нарушила? Нет, ничего не нарушила. Просто забыла карточку больного дома. Возвращалась, а на выезде из больницы патруль. Кого-то ищут. А в чем проблема? Попросили показать документы и открыть багажник. Так предъяви и покажи багажник. Да, так и сделаю. Ты уже на вокзале? Позвонил чего? Просто позвонил сказать, что люблю тебя. Целую. Береги себя. Пока. И я тебя. Муж просил вас перезвонить ему. Вы запишите его номер. И заодно запишите телефон моего отца. Генерал Королёв. Запишите. Нет. Спасибо. Всего доброго. Пуф. Поразводилось тут всякого. Как не генерал, так губернатор. Нам-то что? Ну, преступника искать надо. Да мы по-глупому у банка спалились. Я с Серым обычно езжу. Я вечер к нему в машину бросил. А он говорит, что по дороге еще заехать должен куда-то. Ну, я к парням сел. Ну, а его, видимо, менты по дороге взяли. Короче, спалился он. А часы у него откуда? Вер, так я их разбил тогда, помнишь? На вечеринке у вас. А у него друган часовщик отменный. Ну, все просто в общем. А где ты был все это время? В Минске у друга. Меня вообще-то менты не поймали. Пришлось уехать. А здесь ты давно? Сегодня приехал. Сразу к тебе. Пошел по дороге, а навстречу менты. В общем, очнулся гибко. Но приехал ты не за меня. Только не ври мне, пожалуйста. Я не вру, Вер. Из-за тебя. Зачем? Что вместе уехали. Только сначала мне общак нужно, которому ювелирки взяли. Между пацанами раздеребанить. Понимаешь? Ну и где этот общак? Не придумал еще? Мы его все равно спрятали. Старушки. Ну, старые мельницы. Привалили деревьями. Знаешь, недалеко здесь где-то. Два километра от оврага большого. Так надо забрать этот общак и отдать полиции. Да нельзя полиции, ты не понимаешь, что ли? Меня тогда на зоне, а может, еще раньше на этапе порешат. Попал я в общем. Между своими и ментами, ясно? Выход один найти эту сумку и пацанам вернуть. А ты, стало быть, за следопыт этого вышла? Стало быть. Ясненько. А что так легко меня в квартиру выпустила, а? Он в командировке. Прекрати. Мне не нравится ни твой тон, ни твой шленг. И вообще, ты слишком много врал, чтобы сейчас предъявлять претензии. Вера, ну, все-все-все, прости, прости. Прекрати. Я на работу. Вернусь с работы вечером. Перевезу тебя отсюда. В лес поедем? И в какой лес мы не поедем. Татьяна Ивановна с папой в городе, так что поедем на дачу. Еда в холодильнике. Пока. Счастливо. Пассажир Казмодин. Подойдите к справочному номеру. Классажер. Провожающий Е на выход. Отправление через пять минут. Внимание. Поезд номер 130. Принимает на проводку. Мужчина, вы куда? Не придумали ехать. Какие все нервные. Принимали. Счастливо. Да. Изв fib. В yes. Так. Субтитры подогнал «Симон» 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 Привет! Симон» «Симон» 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 Ты лучше расскажи, как ты жив-то остался А я же волшебник Значит, Серый погиб Так как что-то и якуты видели неодалее, как месяц назад Куда выдели краденое из ювлярного магазина? Серый забрал Серый, значит Ты, выходит, не при делах Ничего не видел, ничего не слышал Ну, типа того Скажи, а полицейского кто убил в ювелирном? Я же сказал, это Серый его застрелил Мы подвал забыли закрыть Скорее всего, майор Света заметил Зашел, увидел нас Достал пистолет, сказал руки поднять Мобильный достал, чтоб ментам позвонить Тут Серый его застрелил Выстрелил и убил Да А вы сели в машину и уехали Да А может, ты с ним дрался, отобрал пистолет и потом выстрелил? Слышь, ты на меня мокруху-то не вешай А теперь на Серого ввалишь Я тут вообще не при делах Это Серый убил, сколько раз тебе говорить Читай Я не читатель, я писатель Это результаты экспертизы Ну? И что? И то Ты говоришь, что стоял в сторонке и смотрел, да? А на пиджаке убитого майора нашли твою кровь Слушай, я же сказал, я не убивал Сидеть Не собираюсь я сидеть, я говорю, я не убивал Не убивал Хорошо, все не так было А как? Мент достал пушку Сказал руки поднять Я схватился за пистолетом и начали драться Выбил у него пистолет Повалил его на землю Когда тут подниматься начал, Серый его застрелил Дальше Что дальше? Дальше мы в машину сели и уехали Я правду говорю Так все и было Да, да мое-то дело маленькое Я все запишу А вопрос в том, поверят ли тебе судья И еще С Верой у нас ничего не было А это к делам не относится Устали? Ой, да Я тоже устала Но ничего страшного Вот так, хорошо Может, еще? Завтра побольше походите Сердце любит работать Но когда В разумных пределах, конечно Только вы без медсестры не вставайте Потому что можете упасть Хорошо? Да, да Я только вам доверяю Вот и хорошо Тогда до завтра Может, помедитируем? Завтра Все, завтра Буду ждать Может, протекать атипично Со своими проблемами Сейчас так маскируется Из шумничек Нападено сердце Что без обследования Мы не сможем этого сделать И я настаиваю Просто Елена Станиславовна Простите, пожалуйста Можно вас на минутку? Я прошу прощения Я непременно зайду к вам в палату И мы договорились Да, я слушаю вас, Вера Сергеевна Елена Станиславовна Я обход сделала Но неважно себя чувствую Не могли бы вы меня отпустить домой? Честно говоря, коллега Вы действительно неважно выглядите Но Миронова Звонила я сын А вы можете передать Господину Мэру Что контакт с его матушкой налажен Я ее подняла Не верю, не верю Вы кудесница Завтра у нас продолжение медитации Айда домой Приводите себя в порядок Спасибо большое До свидания Завтра нас ждет Здравствуйте А я к вам Да, здравствуйте И что наши? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ты здесь? Я здесь Ты начала курить? Кто здесь был? Ты же знаешь? Знаю К чему тогда эти вопросы? Ты его арестовал? Кого? Он встретил меня в больнице Попросил спрятать Живой Понимаешь? Я не могла ему отказаться Прости Я не могла мне Попросил сп muk Да? Я не могла мне Я не могла бы Что его задержали, я понял. А от меня что требуется? Чтобы объективно во всём разобрались. Ну, и разберутся, Верон. А в чём проблема? Им занимается Игорь. Ну и пусть занимается. Он мужик нормальный. А то, что у тебя когда-то с этим Антоном что-то было, ему наплевать. Нет, пап, не наплевать, Игорь, он ревнует. А ещё… Я прятала Антона у нас, перед самым арестом. Что? Что ты сказала? Ты нормальная? Да он в розыске. Его в убийстве обвиняют. Он не убивал. А что он тебе скажет? Что убивал? Ты идиотка? Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты с ним не связывалась. Он же из неблагополучной семьи. А ты всё толдычила. Первая любовь, первая любовь. А я уже тогда видел, на что способен этот твой Антон. Вот тебе и результат. Папа, не перебивай. Я ещё со школы тебе говорил, что Антон мне не нравится. Но ты меня не слушала. Год назад он опять нарисовался. И я опять тебе дал понять, что не хочу, чтобы ты с ним общалась. Но ты снова включил игнор. А теперь он влип. И ты прибежала ко мне. Что я теперь могу сделать? Помоги ему. Ни в коем случае. Хватит. Достаточно того, что ты вляпалась. Ты хочешь, что Игорю карьеру испортить? И мне проблем на шею повесить. Что? Ты не понимаешь? Он стал таким, потому что мальчишкой попал в колонию. И попал он туда из-за меня. Но ты и тогда сомневался в его порядочности. Ты и тогда подозревал, что он с этим насильником заодно. Поэтому и не спас его от колонии. А он был ни в чём не виноват. И то, что он сейчас такой, это и твоя вина. Папа, ну я прошу тебя. Услышь меня, умоляю. Но хотя бы в благодарность за то, что я осталась жива. Подозревать и сомневаться – это моя работа. Хорошего дня. Сомневаться Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нужно, чтобы она попала на свидание и пусть фиксирует весь их разговор полностью Слушаюсь Я передачу передала Субтитры создавал DimaTorzok Я получил спасибо Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поехали Поехали Товарищ генерал, выехали за город, куда она едет пока не ясно, буду держать в курсе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Под дровами в яме должна быть сумка Ни дров, ни сумки Он снова тебя обманул Ну а чего ты ждала? Ты хотела ему помочь У тебя ничего не получилось Все пришло к финалу Я тебя прошу только об одном Пожалуйста, не ходи в суд Запретить я тебе этого не могу Криминала тут нет Но тебя заметят журналисты Информация попадет в газеты и в интернет Если тебе плевать на меня То подумай об отце Ему это навредит Пожизненное Думаю, да Убийство человека, да еще полицейского Это не шутки К тому же у него это не первый срок Только разреши мне с ним попрощаться Субтитры сделал DimaTorzok Привет Не думал тебя здесь увидеть Месяц назад вышла из этого кабинета и пропала Я пришла попрощаться Угу Игорь говорит, что он сказал, что тебя этапируют через несколько дней Через пять Угу Почему ты не спрашиваешь, как твои драгоценности? Я была на мельнице Там ничего нет Ты меня обманул, а я чуть не утонула в болоте Обманул, говоришь? Вот мой обман Когда? Когда? Игорь знал? Там правда ничего не было Так значит, Серый перепрятал Или скресятничал Чете по-любому нужен этот общак Как воздух Он тогда место Серого займет А в общем Я для них все равно, как мертвец Как найти твоих друзей? А тебе зачем? Нужно Не нужно, Вера Я попробую с ними поговорить И смогу убедить, что это Серый взял общак Тогда они от тебя отстанут Как их найти? Я пойду, Вероня Адрес Адрес Я сказала Или ты оглох Послушай меня Моя грозная девочка Это разборки для плохих мальчиков, Вера Ну, как известно Плохих мальчиков любят хорошие девочки Улица Гоголя Там кафе Бармана зовут Глеб Он знает, где что-то Ты этого не делал? Нет, я и не убивал Иди Иди Татьяна Ивановна Я вас умоляю, займитесь Мироновой Пожалуйста Хорошо, хорошо Здрасте Привет, Шведов Простите, что отрываю вас от работы Ничего, у меня операция только через два часа Ты о Вере хотел поговорить? Да Вера до сих пор на даче живет Игорь, я пыталась с ним поговорить Я пыталась объяснить, что ей просто необходимо к тебе вернуться Но она ничего не хочет слушать Замыкается и нормально общается только с пациентами Слушай, а может тебе поговорить с Сережей? Сергеем Петровичем? Хотя она его тоже не хочет слушать А что с этим Антоном? Пожизненно А не виделись? Я выписал Вере пропуск, чтобы она с ним попрощалась Как она отреагировала? Спокойно Ну вот видишь, спокойно Уже неплохо Может быть все налаживается, просто мы зря обьем тревогу Нет, я так не думаю Вера очень изменилась в последнее время В ее поведении появилось опасное спокойствие которое может привести, как говорится, к необратимым последствиям Да, вот так, Татьяна, к необратимым последствиям Не умничайте, майор Шведов Что ты предлагаешь? Ну а что тут предложишь? Я вас прошу только об одном Если вы заметите поведение Веры и что-то очень странное Сразу сообщите мне Я прошу вас об этом не как оперативник Хорошо Я ее очень люблю До свидания Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый день Мне нужен Глеб Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы… Пожалуйста Спасибо Может, легкий перекус? Я не голодна Вы Глеб? Угу Я Вера Вера? Дневные знакомства в моей практике – это что-то новенькое. Глеб, мне нужна ваша помощь. Мне нужно встретиться с Читой. Простите? Мне сказали, что вы знаете, как я могу встретиться с этим человеком. Вам дали неверную информацию. Я не знаю такого. И все-таки, может, перекус? Знаете, он мне очень нужен. Правда? Девушка, вы ошибаетесь. Я не знаю никакого. Как вы сказали? Я сказала, что мне надо встретиться с этим человеком. И не надо прикидываться, что вы его не знаете. Мне о вас сказал Антон Забелин. Не шумите. Вы даже не представляете, что он с вами сделает, когда узнает, по какому вопросу я к вам обратилась, а вы отказались мне помочь. Я сейчас позову охрану. А к черту ваша охрана! Я знаю, где спрятан общак из ювелирного. Я передам его только Чите. Ребят, все хорошо. А ну, перестала орать. Федя! Феденька, это дамочка. Пришла Забелина. Хочет чек-то. Отведи куда надо, реши вопрос. Я понял. Глеб, пока. Пока, Глеб. Пока, спасибо. Пока, ребят. Мне нужен Чита. Сейчас пойдете с этим молодым человеком. Он вас проведет к Чите и поможет решить ваши вопросы. Все будет хорошо. Пойдемте со мной. Пойдемте в служебке поговорим. Глеб сказал, кто мне нужен. Проходите, пожалуйста. У меня. Пойдемте. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы же супер оторвались. Вот там это пазло. О, пришла в себя. Веди давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Счета здесь? Идешь, иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем искала? Вычета. Зачем искала? Я Вера. Я знаю, кто ты. Что нужно? Я хочу попросить, чтобы Антона не трогали. Попросить, говоришь? Его много раз предупреждали. Он не слушал. Теперь ему нужно очень постараться. Чтобы не умереть. Странная логика. Если вы его убьете, тогда вообще ничего не получите. Да. Только мы будем жить, а он нет. Он ничего не теряет. Потому что там ему жизни не будет. Там умирают за несколько лет. И вы это знаете. Чего ты добиваешься? Чего тебе нужнее? Я хочу, чтобы вы услышали меня, и мы друг друга поняли. И мы друг друга поняли. Послушай, Вера, даже если ты рассказала мне правду, исправить уже ничего нельзя. Но почему? Объясните своим. Убедите. От этого же зависит человеческая жизнь. И это главное. Главное то, что нет камешков. Остальное все пыль. А ты мне нравишься. Я тебя заобежал. Дочь генерала. Иди. Иди, говорю. И брось ты за тебя с пианистом. Он уже не жилец. Якут, поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потому что ты много работаешь и устаёшь. А это моя профессия и хобби. И всё-таки, генерал Королёв, это забота или укор? Давай, я. У меня это лучше получается. Я уже и не верил, что когда-нибудь буду таким счастливым. Ещё бы у Верочки всё сложилось. Ко мне сегодня Игорь приходил. Выглядел как-то попрошиво. Сказал, что его беспокоит нынешнее уверенное состояние. Меня тоже. Папа, я хотела тебе сказать, что бы ни произошло, ты должен мне верить. Да, ты, ты мой отец должен мне верить. Я тебя очень-очень люблю. Очень. Серёж, может, переедем на дачу жить? Тогда Вера и на работе, и дома будет под нашим присмотром. И не волнуйся, пожалуйста. У тебя давление. Как маленькая девочка. Моя маленькая девочка. Позвони и пригласи её в гости. А я что-нибудь вкусненькое приготовлю быстренько. Да я уже звонил после этого. Сказал, что приедет. Что ты раньше не сказал? Посмотри, какой бардак дома. Давай быстро собирать всё это. Помогай. А ещё она просила выписать пропуск СИЗО. Попрощаться с Антоном. Ему пожизненное дали. Через пять дней этапируют. А ещё сказала, что Игоря не хочет тормошить. Чтоб не ревновал. Странно. Игорь сегодня мне лично сказал, что сам выписал пропуск Вере. Чтобы она попрощалась с Антоном. Серёж, ты что-нибудь понимаешь? Я же говорил, всё это бесполезно. А тебе спасибо. Спасибо, Вера. Игорь, ты единственный человек, которому не всё равно, что я существую. Слушай меня внимательно. Ничего не спрашивай. Ничему не удивляйся. Главное, проглоти таблетку. Какую таблетку? Ты же, ты же. Дышите. Помогите! Антон! Антон! Помогите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Играешь, служивый? На-нау. Вера. Вера. Шведов слушает. Товарищ майор, это майор Крутиков в СИЗО. Что-то случилось с Забилиным? Пришел себе. Как ты? Вроде ничего. Поднимайся. Только тише за дверью конвойной. Помоги мне. Чего? Помоги мне. Антон, у нас мало времени. Отойди. Отойди, отойди. Так точно. Ваша супруга сообщила. При чем здесь моя супруга? Ему стало плохо, прямо на свидании. А с кем у него было свидание? Я никому не подписывал разрешение. Так с вашей женой. Со Шведовой? Ну да. Так это утром было. Правильно. А вечером позвонил генерал Королев. Я не мог отказать ему. Как сказки про губротина. Золотой ключ есть? Ничего себе. Я потеряла ключ. Вот так. Так, где сейчас Забилина? В больницу повезли. В больницу? А что с ним? Сердце. Подозрение на инфаркт. Вы что, специалист в кардиологии? Почему я? Тюремный врач, Вера Сергеевна. Шведова. Так точно. Тюремный врач хотел Забилину в лазарет забрать. А ваша супруга сказала, не стоит вешать такую ответственность на тюремного врача. Встанет у него сердце и все. Так они вместе подписали заключение. Отправили его в больницу. С конвоем, конечно. А сейчас его в кардиологию, да? Отправили. Конечно. На обследование. Ах, Вера, Вера. Простите, товарищ майор, не расслышал? Ничего не важно. Сообщите конвою, что это симуляция. Возможно, побег. Если уже не сберем. Есть. Алло. Баранов, ты Забилиным? Так точно. Быстро его в СИЗО. Моя машина во дворе. Что бы отвлекало? Выйдем через черный вход. Там мы разойдемся. Поймаем такси каждый себе. Включаемся на шоссе у моста. Там рядом с дачей пансионат. Он пустой. Вера Сергеевна! Вера Сергеевна! Вера Сергеевна! Вера Сергеевна! Откройте дверь! Так, Забилин! 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 Я тут дверь вылупаю! Ломай дверь! Забилин! Сергей Петрович! Я предупредил конвой о возможной попытке побега. Сейчас еду в больницу, но… Кажется, мы опоздали. Объявляйте перехват. Я хотел, но Вера. Объявляйте перехват, я сказал. Его мосты leave. Олександр планирует р Tipton. Таксист! А вот другой случай. Значит, девушка стоит на мосту, прыгнуть хочет, сигануть с моста с этого. Тут бомж к ней подходит, говорит, ты чё, решила прямо сейчас уйти в мир иной. А она ему, не подходи, не подходи, прыгну, говорит, не подходи. Он говорит, может, последние минуты жизни, давай так спеть, зажжём огонь любви. Она говорит, всё равно, не подходи, прыгну, не подходи. А бомж так иронично смотрит на неё и говорит, ну, прыгай, прыгай, ласточка, я подожду. Понимаешь, да? Я подожду, говорит. Слушай, можем по дороге в одно место заехать? За ваши деньги, хоть на Марс. Ну, на Марс не нужно, далековато, к сестре. Ну, сестра это хорошо. Родная? Троюродная, седьмая вода на киселе. А ехать куда? Недалеко, там метров через пятьсот направо. Петриковская. А, Петриковская, у меня там такая история с одной блондиночкой была, рассказать обхохочешься. Ну, ладно. Давай, только ненадолго, а то мне ещё к Зазнобе надо заехать, а времени в обрез получается. Моя мымра каждую минуту сечёт. Да не волнуйся, одна нога здесь, другая там. Здесь, да. Здесь, да. Странный мальчик. Джесси, плохая собака. Ну, пожалуйста. Серёж. Серёж. Серёжа. Серёжа. А чего ты сидишь в темноте? Серёжа. Я сейчас включу свет, и ты мне улыбнёшься. Серёж. 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 Продолжение следует... Серёжа, Серёжа, не умирай. Не умирай. Прошу тебя. Серёжа, ты же сам говорил, ты сам говоришь, что мы будем жить долго и счастливо и умрём в один день. Серёжа, не умирай. Не умирай. Пожалуйста, я прошу тебя. Серёжа, ты меня слышишь? Ты слышишь это? Серёжа, подозрение на инсульт. Мужчина. Сорок девять лет. Собова двадцать семь. И я его жена. Серёжа, не умирай. Не успирай. Серёжа… Алло. Это я. Вера, ты где? Ты объявил меня в розыск? С чего ты взяла? Увидела на шоссе, как патруль останавливает машины. План перехват? Я не хотел, но Сергей Петрович настоял. Бедный папа. Я не мог ему не рассказать. Я сегодня впервые в жизни наврала отцу. Попросила его позвонить в СИЗО, чтобы я попрощалась с Антоном. Сказала, боюсь твоей ревности. Я дрянь. Вера, остановись. Прости. Ты не виновата. Игорь? Да. Ты его любишь? Не знаю. Я уже ничего не знаю. Запуталась. Ну, услышь меня, любимая. Он врёт тебе. Он убийца. Ты спасаешь убийцу. Я боюсь за тебя. Вера, ты меня слышишь? Вера. Вера. Ты меня слышишь? Вера. 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 Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. СИГНАЛИЗАЦИЯ Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. СИГНАЛИЗАЦИЯ 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 Ты прости, что я тебя ждать заставил. След надо было за пот. Три машины поменял. Ты что, обиделась, что ли? Пошли. СИГНАЛИЗАЦИЯ Да. Где? Да, сейчас буду. Иди сюда. Походу, нет никого. Хорошо. Так. Держи. Спасибо. Спасибо. Ловко. Четырехзвездочный отель. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бельгишка-то накрахмаленная. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опа. Ничего себе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА I'll be back. Дурак. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну как же так Якута? Такой мастер, а прокололся, как пацан с полюциями Жадность человеческая, начальник Кто организовал побег пианиста? Сдаешь! Муж все последним узнает, да? Куда они собирались после побега? У них спроси, твоя жена не моя Значит, о побеги ты не знал? Начальник, ты статью мне не шей Докторица хотела поговорить с Читой Начала впаривать какую-то байду про какие-то камушки Пианиста выгоражила Вера встречалась с Читой? О, как все запущено! Да, видишь, и на жену мента бывает проруха А че, пианист красавчик, я ее понимаю Слушай, Якут, ты меня не выводи, не надо Ладно, проехали В ограблении ювелирного кто еще принимал участие, кроме тебя и Серого? Слышь, начальник, какой ювелирный, какой ограб... Ты там был, ты там перчатку обронил В результате экспертизы показайте Экспертиза ДНК показала, что она твоя Перчатка 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 КОНЕЦ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Татьяна Ивановна? Вера, мне нужно поговорить с папой У папы инсульт, Вера, он в коме Динамики улучшения не наблюдается ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Майор Шведов Игорь, мы в деревне Андреевка. После дачи, крайне домик. Приезжай. Вера! Субтитры подогнал «Симон» 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 Давай так решим. Я скажу, что это я ее заставил помочь мне сбежать. Грозило ей, что убью ее. Ты же понимаешь, что ее срок светит. Ну, вот и хорошо. У тебя, Ланенька, все получается. Меня посадишь, ее вернешь обратно. Везучий крепкий орех. Да. Шеф, в СИЗО. Два счетчика. Я не арестовать тебя пришел. Я пришел тебя убить. Ну, давай. Это даже лучше, чем живым трупом-то быть. Но самое печальное, что я знаю, что на тебе нет висяка. Мы взяли Якуту, он подтвердил, что майор застрелил Серый. Игорь! Вер, а ты, оказывается, сдала меня. Но я другому отдана и буду век ему верна. Да. Да, Ирунь? Папа в коме. Инсульт. И все из-за меня. Ну, что ты оправдываешься перед ним, идиотка? Он врал тебе все время. Не кричи на меня. Вер, послушай. Вер, я все объясню. Вер. Сплошное вранье. Послушай, я думал, что Серый, может, у сестры спрятал, но я же не знал точно. Ты же мог им рассказать. Чтобы они все забрали? Да хреном, я лучше сдохну. Ты из-за денег готов был, чтобы тебе горло перерезали. А я предала всех из-за тебя. Папу, Игорь. Ненавижу тебя. Да при чем тут эти деньги, а? Ну, не отдал я их, и чего, ну? Ну, ты же не из-за этого мне помогал. Ну, не из-за этого же, а? Ты помогал, потому что любишь. Так, все, хватит. Деньги тебе мешают, да? Стой! Стоять, я сказал! Деньги мешают. Вот они. Ну? Вот они, твои деньги. Теперь ты спокойна, все? Теперь хорошо? Теперь нормально? Ну, все, покуражился. Садись в машину. И ты садись. Я не поеду с вами. Садись. Тебя ищут. Хочешь, чтоб тебя тоже? Лицом на капот? Или вообще застареяли? Хотя бы ради отца. Давай. Вера. Я даже звука твоего голоса не желаю слышать. Убийца. Это ты мужу можешь так своему сказать. Ясно? А мне не смей. Заткни пасть. Игорь, он о чем? Игорь, о чем он? Ни о чем. Игорь. Оставь меня. Ну, тогда я расскажу. Можно? Игорек допрашивал Якута сегодня. И тот ему сказал, что я никого не убивал. Так? Так. А приехал он знаешь зачем? Чтобы меня убить. Потому что он понимает, что вышка мне теперь не светит. А он хочет, чтоб я сдох, чтоб тебя вернуть. Игорь, это правда? Это правда? Да-да, это правда! Что же вы со мной делаете-то? Да-да, это правда! Вера! Что же мне делать? Ну, тебе надо повторять что-то было. Ну... Ну... Это правда. Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Игорь, Игорь, ты слышишь? Помоги мне! Игорь, дай ключ. Дай ключ! Игорь, Игорь. Игорь, ты слышишь меня, Игорь? Игорь, ты слышишь меня, Игорь? Игорь, Игорь. Игорь, Игорь, ты меня слышишь, Игорь? Игорь, ты слышишь меня? Пожалуйста, ответи. Ты что делаешь? Ничего, ему больше не понадобится. Ему нужна помощь. А больше ему ничего не нужно? Ему нужно срочно в больницу. Ничего, машина какая-нибудь приедет, заберет. Ты видишь, если садину машину? Да мне плевать, ясно тебе? Он хотел убить меня. И убил бы, если бы ты не пришла. Я его сейчас вообще могу встретить, как топать сам асфальт. Мент поганый, ясно? Идем, я говорю. Убери ты от меня свои руки, лучше машину найди. Ты что, не видишь, он умирает? Ну иди сюда. Отстань от меня. Он мой муж, я не могу его здесь оставить. А если он умрет, как я жить после этого буду? Ты же меня любишь. Я его люблю. И всегда любила. А тебя боготворила за спасение и принялась за любовь. Дура. Сука. Субтитры сделал DimaTorzok Кого я вижу? Опять ты, что ли? Вот, что такое парадное. Поехали. Что, если ты меня всю ночь дожидал? Мразь. Какая же она, мразь. Иди ты, спасать я еще его буду. Идиотка. Ты пускаешь алкоголь в кровь, а он потом ищет приключения на твою задницу. Сука, что ты дала меня, ненавижу, а? Я ни в чем не виноват. Ты знаешь, как говорил великий Дон Хуан Эль Мунте? Он говорил, что комары гораздо гуманнее многих женщин. Нет, я не виноват. Они, когда пьют кровь, по крайней мере, перестаешь жужжать. На этого козла. Часаем там толчащиха разбила. Кого? Слушай, давай помолчи, Ба. Черт. Черт. Мне назад нужно. Чего? Люди там ждут. Надо забрать. Какие люди? Авария там была, понимаешь? Парень, ты нормальный? Всю дорогу маршруты менять. Вчера, сегодня. Подождут твои люди. Разворачивай. Не горюшь я сейчас. Не горюшь я сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Наскуска — ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем спасать твоего любимого. Идем спасать твоего любимого. Идем спасать твоего любимого. Идем спасать твоего любимого.